За долгое время существования канала меня не единожды спрашивали, а какая часть Silent Hill является моей самой любимой, и наоборот. В данном субъективном видео я распределю игры туманной франшизы от худшей к лучшей и поясню причины, которые на это повлияли. Если согласны с моим выбором, ставьте лайк, нет, смело лепите дизлайк и пишите своих фаворитов в комментариях. Мобильная поебень Мобильный пересказ первой части, причем с треском провалившийся даже на территории Японии. Выводы делайте сами. Поэтому с чистой совестью отправляю Silent Hill Play Novel, Silent Hill DX, Silent Hill Orphan и Silent Hill Mobile 3 на самое дно выгребной ямы. Оно же 11 место топа. Как Pyramid Head никогда не отказывал себе в удовольствии снасильничать беспомощных манекенов, так и главы Konami никогда не упускали возможность надругаться над многострадальной туманной франшизой. Захотят, да и пустят её по рукам сторонних малоопытных студий, аки прохудившуюся проститутку. А захотят изуродуют привычный облик, превратив тем самым во что-то непотребное. Одним из результатов подобной противоестественной метаморфозы стал Silent Hill Arcade, вышедший эксклюзивно для игровых автоматов в 2007 году. И даже в Альтиэль не смог бы перекрыть столь мощный поток негатива, захлестнувший сию абсурдную поделку. Задницы фанатов полыхали праведным огнём, и честно говоря, было за что. Я вот до сих пор не выкупаю, кто посчитал хорошей идеей превратить психологический сурвайвл-хоррор в безидейный шутан, да и ещё и весьма посредственного качества. Зацените, к примеру, анимацию перезарядки, будто бы вырезанную из браузерной стрелялки, сразу чувствуется уровень похуизма Konami. Дальнейшие комментарии тут излишни. Изначально при создании оригинальной Silent Hill перед командой Team Silent стояла непростая задача. Боссы Konami поручили им придумать игру, которая сможет заткнуть за пояс популярный на тот момент сурвайвл-хоррор Resident Evil с авторством конкурирующей компании Capcom. С задачей, как мы знаем, ребята блестяще справились. Оригинальный Тихий Хоум быстро стал бестселлером, принеся своим создателям заслуженную славу, репутацию и неплохие дивиденды. Да вот только узкоглазым деньгососам всегда хотелось большего. Они всей душой желали расширить аудиторию продукта, попутно удешевив его производство, тем самым получив ещё больше прибыли. И вот под закат жизни франшизы в 2012 году в качестве очередного отчаянного эксперимента в свет выходит Silent Hill Book of Memory, ставшая последним гвоздём в крышке гроба некогда великой серии. Эта кооперативная хакин-слэш-дрочильня с элементами RPG, выпущенная эксклюзивно для ныне почившей портативки PS Vita. Это больно, но я всё же начну с плюсов. За счёт портативности в Book of Memories можно играть сидя на унитазе. Слыхал от фанатов Сыча, что это весомый плюс мобильного гейминга. Не удивлюсь, если именно там её и придумали. В ней наличствует неплохой саунд-дизайн и саундтрек в исполнении богоподобного Акиры Ямалока и Мэри Элизабет МакГлин. Помимо этого в игре присутствуют знакомые персонажи и практически родной сердцу бестиарий. На этом мои полномочия всё. Сюжет тут посредственный, графика паршивая, загадки выполнены просто ужасно, а их решение зачастую не поддаётся логике. Ну а геймплей, как я уже сказал ранее, это типичная репетативная дрочильня с однообразной зачисткой повторяющихся комнат. Как и в любой подобный таймкиллер, в Book of Memories можно играть потенциально бесконечно, если, конечно, вы фанат подобного жанра и при этом не почитатель оригинальной линейки Silent Hill. Silent Hill Homecoming – это ещё одна неудачная попытка Канами расширить аудиторию франшизы. Homecoming сделана американской компанией Double Helix под заметным влиянием фильма Silent Hill, вышедшего в 2006 году. И уже этого достаточно, дабы оправдать столь низкую оценку данного высера. Но я же не мамкин хейтер, могу и аргументировать. Первое. Оригинальные разработчики из Team Silent делали упор на психологизм, умело манипулируя чувствами игрока при помощи гнетущей атмосферы одиночества и шокирующих образов бестиария. Каждый участник коего имел своё толкование и скрытый подтекст. А вот парни из Double Helix, недолго думая, запердолили в своё творение грудастых медсестёр из фильма, которые и там-то были не пришей, кобыли хвост. О, маааа. А также контратаки и камбухи. Камбухи, блядь! Спасибо, что хоть удар с вертухи не добавили, он бы точно приумножил чувство незащищённости и уязвимости героя, столь необходимой для игр подобного жанра. Четвёртое. Вы думаете, киберпанк забагованный? Ну и его-то хотя бы починят, а кто починит этого кривого уродца? С момента выхода игры прошло... Секундочку, сейчас сверить с песочными часами... Тринадцать долбаных лет, а игра как фризила, так и фризит, как баговала, так и багует, как лагала, так и лагает, как вылетала на рабочий экран, так и... Ну, в общем, вы поняли. Пятое. Витиеватые загадки, некогда считавшиеся визитной карточкой серии, уступили место до нельзя элементарным пазлам. Ну, правильно, кому нужно думать, когда у нас есть перекаты и грудастые медсёстры. И этот список можно продолжать бесконечно. А вот из плюсов могу отметить лишь неплохую графику, но и тут не без косяков. Лицевая анимация вырвиглазная и по качеству уступает даже второй части, а на минутку разница между ними добрых семь лет. Ну и, пожалуй, дизайн некоторых боссов весьма неплох, особенно на фоне рядовых мобов. Плюс их аутфит не лишён символизма, что приятно. И, конечно же, атмосферную музыку за авторством гениального Акиры Ямаока. Правда, саундтрек Homecoming, как по мне, один из самых невыразительных в портфолио музыканта. Будто бы при написании Акира был мало заинтересован процессом, и его за это трудно винить. Silent Hill Origins, разработанная английской студией Climax, в целом неплохая игра. Основная проблема Origins, лично на мой субъективный взгляд, кроется в том, что это приквел оригинала. В конце концов, недостатком любой предыстории является предсказуемость сюжетной линии. Ведь тот, кто знаком с фабулой первой игры, уже на старте знает, чем закончится данная история. А значит, никакой интриги. А отсутствие интереса к истории произведения для меня является весомым минусом. Также мне не нравятся изменения боевой системы. Возможность использовать окружение на бумаге кажется неплохой идеей, и даже логичной. Ежели на меня прёт неизведанная ебака, я хватаю сковородку, сжимаю булки посильнее и пытаюсь защищаться. Но на деле оборона при помощи телевизоров, капельниц огнетушителей и даже собственных кулаков, напрочь уничтожает хоррор-составляющей игры. Да я бью два раза. Один раз въебал, а второй раз покрышки гробом. Да и чего греха-то, и здешний протагонист меня как-то не зацепил. Ну, не проникся я душесчипательной историей матёрого дальнобойщика. Пошёл ты нахер, козёл! Тем не менее, видно, что парни из Climax всеми силами старались сделать своё творение максимально похожим на первую часть. Даже здешний монстр имеет свой символизм и является отражением пережитых страхов как Тревиса, так и Олессы. И это реально похвально. Silent Hill Downpour стала лебединой песней чешской студии Ватра, что закономерно. Ведь всё, чего касается загребущая рука Канами, рано или поздно умирает в страшных муках. Но вина за финансовый провал, последний на данный момент части франшизы, лежит не только на японских корпоратах. Игра сама по себе весьма средненькая, как Survival Horror, и совсем плохенькая, как Silent Hill. Сюжет слабый, персонажи картонные, блеклые и зачастую нераскрытые. Концовки одинаково унылые, враги однообразные до одуря, а их дизайн вызывает творческую импотенцию. А местная боёвка — это анальная компиляция Origins с Homecoming. От первой Даунпура наследовал интерактивное окружение и ломающееся со временем оружие. А от второго слава яйцам не перекаты, но своеобразные комбо, плюс ебучие блоки. Да, блоки в Silent Hill дожили, причем еще и честные. Ведь если протагонист может защищаться от атак, то почему бы и мобам этого не делать, верно? Техническое состояние игры удручает, она тормозит, некоторые предметы напрочь отказываются подбираться, FPS иногда падает до 15 и так далее. А решение добавить в игру с мягко говоря не самой удобной боевой системой Real-Time Inventar с крайне медленным перелистыванием содержимого — это одна большая неудачная шутка. И еще, возможность носить ограниченный запас оружия лично меня раздражал еще с момента выхода четвертой части. Здешнее музыкальное сопровождение, ну, средненькое. Ибо Акира сделал ручкой, а пришедший ему на смену Даниил Лихт с земляем упухом, пускай и хорош, но далеко не гений. Из плюсов могу отметить разве что неплохую графическую оболочку, детально прорисованный и что самое приятно открытый мир, то бишь Silent Hill, который реально интересно изучать. Наличие второстепенных квестов, пускай по большей части они говно, тем не менее за нововведение жирный плюсик. Ну и некоторые загадки выглядят весьма оригинально и даже креативно. А еще тут есть крутецкое пасхал очка на четвертую часть серии, приятненько. В общем и целом, даумпур на фоне бездарного хомкаминга и блекого Origins, об контр-хилл и RPG-хилл я вообще молчу, выглядит вполне себе добротным продуктом, с которым стоит ознакомиться каждому фанату серии. Ну вот, наконец-то мы и добрались до классической линейки Silent Hill. Ну, почти. К слову, многие геймеры по сей день уверены, что Silent Hill 4 The Room это не долгожданный наследник маститой серии, а приемный ребенок под прикрытием. Причина повышенного недоверия со стороны фанатов простая и понятна. Четверка геймплея но очень сильно отличается от своих предшественниц, причем амбициозные нововведения были как удачными, к примеру, хаб в виде квартиры главного героя. Данное помещение под действием сюжетных триггеров видоизменялось, пугало и создавало чувство навязчивого саспенса, напрочь лишающего игрока столь желанного чувства защищенности. Так и неудачными, как богомерзкий ограниченный инвентарь, в котором даже патроны не стакаются. Не устану бомбить по этому поводу. Плюс ломающееся оружие, которое не так бесит, как в Origins, и тем более в Даунпур, но Энивей напрягает. Особенно тем, что клюшка, утратившая боевую эффективность, все равно занимает драгоценную ячейку инвентаря, а выбросить на месте нельзя. Ня, тащи, камелок, все в хату. Ну прям как классик завещал. Тащи с завода каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость. Но это все мелочи жизни. Больше всего я презираю четверку за чудовищно халтурный бэктрекинг, ленивый левел-дизайн по сравнению с предыдущими играми, ограниченность локаций, слабую детализацию окружения, вечно донимающих бессмертных призраков и, конечно же, за последнего босса. Точнее, не самого босса, Волтер вполне себе интересный антагонист, а за временные рамки его сопровождающие. Думаю, все помнят, что бедолага Айлин в финале идет к мясорубке, и скорость ее передвижения напрямую зависит от того, насколько тщательно игрок следил за ее физическим состоянием и как часто ставил свечку за здравие. А свечки, прошу заметить, тут один из ценнейших ресурсов, и нужен не только лишь ей. Короче, чем барышня более помята, тем быстрее выпилится, а это значит, плохая концовка практически неизбежна. Могу поспорить, что большинство моих зрителей при первом прохождении получали перманентный бэт-энд и пакетик свеженького фарша в придачу. Ибо если вы проходили игру в момент выхода, то вряд ли догадывались о подобных геймплейных тонкостях. Как по мне, идиотское решение, напрочь отбивающее желание перепроходить игру. В общем, для меня The Room это самая слабая и технически спорная часть каноничной ветки Тихого Холма. Передо мной стоял непростой выбор, отдать четвёртое место первой части или же третьей. Третье, понятное дело, с технической стороны одна из самых совершенных игр серии. Графон там просто великолепный даже на момент выхода этого видео. Сюжет у двух игр примерно равносильный, да и по сути трёшка это прямое продолжение оригинального Тихого Холма. Но выбор сделанный, на него в немалой степени повлияла ностальгия. Первую часть я играл совсем юным парнишкой, и тех впечатлений, переживаний и долбанных загадки с пианино мне не забыть никогда. И хочется, и колется, вот таким я запомнил первый Тихий Холм. Играть в него было до истерики страшно, но при этом дьявольски интересно. В общем, первые впечатления всегда самые яркие, и с этим ничего не поделаешь. Прости, Хизер, но третью строчку придётся отдать бате. Тем не менее, если бы я попытался оценить обе игры более объективно, то, конечно, бы сказал, что трёшка на голову выше оригинала. Ну, как минимум, с технической точки зрения. Silent Hill это канон, это начало, это ориентир для последующих игр франшизы. Нестареющая классика сурвайвл хоррора, в своё время показавшая геймерам, что не одним Resident Evil едины. Оказывается, хорроры могут обладать крутым многослойным сюжетом, создавать саспенс не только лишь скримерами и доставлять дискомфорт одним лишь музыкальным сопровождением. Но первое далеко не всегда значит лучшее, и сейчас мы в этом убедимся. Возьму на себя смелость предположить, что мало кто ожидал увидеть Silent Hill Shattered Memories на второй строчке данного топа. Как же так, очередная аутсорсовая поделка студии Ватра, той самой, что склепала Ориджинс, обогнала четвёртую, третью и даже первую часть, да как так-то? Сейчас поясню. Shattered Memories, которая, к слову, значится переосмыслением оригинальной игры, в первую очередь покорила моё сердечко безмерно крутым, интригующим, жизненным и, что самое главное, непредсказуемым сюжетом с финальным твистом уровня голливудских фильмов. Нет больше всех этих нелепых культов, призывов кровавых богов, разделения душ маленьких девочек, только вполне понятные и реалистичные человеческие проблемы. Но чтобы понять истинный замысел авторов, придётся пройти игру до самых финальных титров, так как посыл и даже настоящий главный герой мастерски скрыт от глаз игрока за ледяной коркой мистицизма, сюрреализма и иррациональности происходящего. Также в Shattered Memories наличествует наикрутейшая фишка с изменением реальности вследствие сеансов с психиатром, и это задолго до вашего Until Dawn. Протагонист на протяжении игры периодически посещает кабинет доктора Кауфмана, где отвечает на абстрактные вопросы, выполняет простенькие тесты и всё в этом духе. Все ответы, действия и даже направление взгляда игрока учитываются и в той или иной степени повлияют на облик игры. Локации, убранство зданий, одежда, характер персонажей, внешний вид монстров и, конечно же, концовки, коих тут немало, видоизменяются под действиями игрока. Единственным минусом данного творения принято считать отсутствие боёвки. Привычное махание ржавой трубой уступило место адреналиновым побегушкам по ледяным лабиринтам и периодическим пряткам. На мой же вкус, столь смелое решение лишь украшает игру, делая её более жуткой, атмосферной и, в конце концов, оригинальной. Ведь что может быть более пугающим, чем беззащитность главного героя перед лицом неотвратимой опасности? Согласен, Outlast? Скажу честно, если меня спросят, о каком ремейке я мечтаю, я скажу о Shattered Memories, а не первый, не третий и упасиба фамет не четвёртой части. Спорю, что внимательные зрители канала изначально знали, кому я отдам первое место, ведь я никогда не упускал возможности спеть восторженные дифирамбы второй части Тихого Холма, поэтому буду краток. Silent Hill 2 идеально практически во всём, начиная от геймплейной составляющей и заканчивая шикарнейшим сюжетом. Признаюсь вам, мне всегда не нравилось чрезмерное обилие монстров в первой, четвёртой и особенно в третьей части. Весь этот неуклюжий мясной кавардак не даёт насладиться городом и обдумать сюжетные твисты. Вместо этого приходится, роняя Кау, бежать до ближайшей пустой комнаты, дабы сохраниться и перевести дух перед следующей неравной схваткой. А вот во второй части с этим полный порядок. Количество противников филигранно сбалансировано. А всё потому, что одним из лейтмотивов произведения является одиночество, пронизывающее как истерзанную душу героя, так и каждый сантиметр туманного городка. Посему даже монстры не спешат скрасить существование здешних грешников. Местный сюжет без преувеличения является лучшим в серии, так как он повествует о человеческих пороках, о любви, о смерти и дружбе, о прощении, о принятии собственных ошибок, о последствиях неправильного выбора, о мести, о ненависти к себе, об эгоизме, жестокости и равнодушии. В общем, о нас, об обычных людях, попавших не в самые простые жизненные ситуации. Столь эмоциональные и близкие каждому истории, в отличие от инфернальных культистов и прочей эзотерики, будут вечно актуальны, потому что тренды меняются, а люди всегда остаются людьми. Но, несмотря на свою доступность, фабула второй части имеет массу трактовок, подтекстов и интерпретаций, чем и по сей день вызывает множество спекуляций со стороны фанатов. Для меня вторая часть — это нетленный шедевр, в который я, в отличие от героев данной истории, хочу возвращаться вновь и вновь.